К международным новостям. Сильные снегопады в США привели к сбоям в электричестве. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время скорость ураганного ветра может достигнуть 35 метров в секунду. Тем временем, вход в Венецию власти официально сделали платным. Какова текущая ситуация в секторе газа? Все подробности в обзоре международной хроники. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщило, что Израиль разрушил или повредил около 62% домов в секторе газа. В результате своих атак, начиная с 7 октября. По данным ООН, более 33 тысяч палестинцев погибли, а еще 75 тысяч были ранены. В результате атак пострадали больницы, школы, мечети, церкви, жилые районы и культурные объекты. Тем временем, Израиль заявил о намерении увеличить гуманитарную помощь в Газе, включая открытие ключевого пограничного перехода в сильно пострадавшей северной части сектора. Нетаньянху объявил об этом вскоре после разговора с президентом Байденом, который подчеркнул, что поддержка США зависит от защиты граждан, населения и сотрудников гуманитарных организаций в Газе. Открытие новых маршрутов для помощи было принято после резкого предупреждения Байдена. Этот разговор пришелся на фоне усилившихся напряженных отношений и изменений в поддержке США Израилю. Более 400 тысяч домов и предприятий в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир остались без электричества из-за масштабного снегопада и сильного ветра, который обрушился на регион. Неисправности на линиях электропередач и поваленные деревья лишили многих жителей отопления и создали препятствия для движения на дорогах. Высота снега в регионе Новой Англии приблизилась к футу. В некоторых местах выпало свыше 20 дюймов снега. Синоптики прогнозируют продолжение снегопада и ураганных порывов ветра до 35 метров в секунду. Службы экстренного реагирования сообщили о разрушениях от поваленных деревьев. Около 289 тысяч потребителей электроэнергии в Мэне и более 121 тысячи в Нью-Гэмпшире остались без света. Продлены предупреждения. А некоторым районам северо-востока предстоит переживать сильные осадки до утра. Власти штата и местные органы власти в штате Мэн закрыли офисы. При этом некоторые школы округа отменили очные занятия и перешли на дистанционное обучение. Шторм, обрушившийся на восточное побережье, принес с собой мокрый снег и сильный ветер, продолжающий накладывать отпечаток на регион. Другие части страны готовятся к приходу этого шторма, который движется в центральные штаты. Вход в Венецию теперь платный, чтобы контролировать ежедневную плотность туристов в итальянском городе, известном своими каналами. С 25 апреля начнется практика взимания платы за вход ежедневных посетителей города. Сумма в размере 5 евро будет взиматься с туристов, приезжающих ежедневно и покидающих город в тот же день. Дети до 14 лет освобождаются от платы. Также резиденты и гости, проживающие в границах муниципалитета Венеции и некоторые другие категории, будут освобождены от платы. По прибытии в город туристы, попадающие на определенные дни, должны будут оплатить вступительный взнос и получить QR-код в качестве пропуска. Неуплата вступительного взноса будет вести за собой административный штраф в размере 50 евро. Эта мера вызывает интерес многих городов и стран и рассматривается как экспериментальный шаг в охране городов от туристической перегрузки. Венеция встречает миллионы туристов ежегодно и призывает к более устойчивому управлению потоком посетителей.